Показать свою работу на выставке, приуроченную к ежегодному празднику за честь района, это уже большое достижение. Традиционное мероприятие, которое проходит в Краснокамском районе уже восьмой раз, собирает самых успешных и одаренных жителей муниципалитета. Приятно, что сегодняшний праздник посвящен Году культуры и 70-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Потому что чувство патриотизма, чувство верности родной земле является базовым, который подталкивает ребенка к реализации и самоактуализации своих способностей, своих талантов, достигать успехи на уровне района, республики и Российской Федерации. В холле районного дома культуры были выставлены стенды, на каждом из которых гости могли узнать все об учебных заведениях. Здесь и звездочки школ и секций, дети и подростки, которые добились наивысших результатов своей деятельности. Итоги своеобразной программы подводят ежегодно весной. Она начинается у нас с сентября по апрель месяц учебного года. Итоги, первый этап подводится в школах в начале апреля месяца, а сюда в район едет самые лучшие наши учащиеся, которые занимают призовые места в Олимпиадах, республиканских, районных масштабах, и спортсмены наши, активисты. Среди тех, кто получил признание за свою деятельность, не только учащиеся школ и секций. Лучших выявили и в молодежной среде. Например, отделение общественной организации «Молодая гвардия Краснокамского района» тоже соревновались между собой. Отрадно отметить то, что во многих школах, во многих сельских советах, населенных пунктах Краснокамского района активно работает наше молодежное крыло, «Молодая гвардия Единой России». И, конечно, мы не могли в стороне остаться. А жителям Краснокамского района, особенности, конечно, молодежи, хочется пожелать дальнейшей активной жизни. На территории Краснокамского района работают 30 школ, 18 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования. В ближайшем времени планируется строительство дошкольного образовательного заведения в селе Куянова. Среди особых мероприятий можно выделить районный конкурс творчества среди детских садов «Краснокамские звездочки». Это состязание проходило впервые. Все говорит о том, что активность жителей растет. Это дает организаторам возможность проводить массу успешных мероприятий. За честь района и название красивое, и то, что отмечают лидеров и в спорте, и в творчестве, и в учебе. Но это очень, очень хорошо, конечно, потому что ребенок должен знать, что его труд оценен. Хотелось бы пожелать Краснокамскому району, чтобы это мероприятие стало хорошей традицией, чтобы это начинание подхватили все районы нашей республики. А ребятам всем активнее участвовать в таких мероприятиях и становиться настоящими лидерами не только в таких мероприятиях, конкурсах, но и лидерами в нашей системе образования, ну и по жизни. Анна Сазыкина, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова